Итоги уходящего четверга подбудят наши корреспонденты и я, Мария Белесневич. Смотрите сейчас. Внимание, дети! В стране продолжается профилактическая акция ГАИ. Привычна по местной ответственности 84 водителя. Что грозит нарушителю? Антиковидный укол. В белорусских клиниках идет запись на вакцинацию. Специалисты поликлиники позвонят и вызовут на прививку, дабы не создавать очередь в поликлинике. Каким привиться препаратом? Схватка на песке. В Бабруйске впервые прошел турнир по пляжному самбо. Мы боремся до первого броска. Обычно в самбо мы боремся до оцирок. Как это было? А также перспективное поручение, электронная очередь и долгожданное лето. Синоптики на выходных обещают плюс 25. Их будущее в ваших руках. В Беларуси продолжается акция «Внимание, дети». До 5 июня водители обязаны передвигаться с включенным ближним светом фар. Как это работает на деле? Давайте посмотрим. Летние каникулы уже наступили. А значит гулять можно до самого вечера и не беспокоиться об уроках. Но вот вблизи дорог такие развлечения уже становятся опасными. Во время проведения акции «Внимание, дети» сотрудники ГАИ усилили контроль. В фокусе инспекторов включенный ближний свет фар, скоростной режим и безопасная перевозка малышей. За время проведения специального комплекса мероприятия «Внимание, дети» за неиспользование дневных ходовых огней либо ближнего света фар в светлое время суток при проведении СКМ было привлечено к административной ответственности 84 водителя. Яркий свет фары хорошо привлекает внимание детей. Это вроде бы понимают и водители. Но у каждого находится оправдание. Кто-то сетует на старый автомобиль, кто-то на собственную забывчивость. Среди прочих находится и тот, кого ловят уже второй раз. Штраф, напомним, до 87 рублей. Акция продлится до 5 июня. «Как считаете, включенный свет фар поможет?» «Обязательно поможет. Я езжу всегда со светом. У меня просто перегорела одна лампочка. Я сейчас загоню машину в ремонт». «Про акцию узнали до этого?» «Да, знала. Просто с рынка выехала. Поэтому...» «Но больше нарушать не будете?» «Нет, конечно». Акция традиционно проходит два раза в год. В начале и конце школьных каникул. За четыре месяца этого года на территории Могилевской области дети стали участниками 12 аварий. Пострадали 14 ребят. Недавно в Бобруйском районе 28-летний водитель легковушки сбила 7-летнего велосипедиста. Ребенок не справился с управлением и упал на проезжую часть. Мальчик с травмами доставлен в реанимационное отделение больницы. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки зафиксированы 879 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 396 869 человек. В больницах и поликлиниках Беларуси идет предварительная запись на вакцинацию против COVID-19. Полный список организаций здравоохранения, которые задействованы в прививочной кампании, доступен на сайте Минздрава. На сегодня первую дозу препарата получили 542 тысячи белорусов. Из них почти 300 тысяч прошли полный курс вакцинации. Всем желающим на проведение вакцинации можно записаться по телефону в организации здравоохранения. Телефоны имеются на сайтах учреждений здравоохранения. И после этого специалисты поликлиники позвонят и вызовут на прививку, дабы не создавать очередь в поликлинике. Вакцинация проводится двумя вакцинами. Спутник ВИП производства России и производства Китай Верацелл. Эпидемиологи также призывают не пренебрегать масочным режимом и социальной дистанцией. Не стоит забывать и про использование антисептика. Незапланированный рейс, новый паспорт и набор студентов. Белорусские вузы в этом году примут больше первокурсников. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Президент поручил строить больше электрозарядных станций. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом министра энергетики Виктора Каранкевича. Глава государства напомнил, в Беларуси давно занимаются развитием электромобилей и инфраструктуры к ним. По его мнению, в этом большая перспектива. Национальная авиакомпания «Белавиа» выполнила два эвакуационных рейса из Албании и Черногории. Самолеты уже прибыли в штатном режиме в аэропорт Минска. Из одной только Черногории вернулось 189 белорусских туристов. Уже завтра планируется эвакуационный рейс из Туниса. В стране с 1 сентября организуют электронную очередь для получения новых документов. ID-карты заменят стандартные паспорта на территории страны. Биометрические вводятся для поездок за рубеж. Белорусы вправе выбирать – оставлять себе старый документ или делать новый. Сроки действия прежних паспортов не изменятся. Белорусские вузы планируют увеличить набор студентов в высшее учебное заведение. По данным Министерства образования, количество первокурсников вырастет на 4000 человек. Сейчас у абитуриентов продолжаются выпускные экзамены. Они продлятся до 9 июня. В Беларуси выходные ожидаются до плюс 25 градусов. При этом возможны небольшие дожди, местами грозы. В начале следующей недели прогнозируется неустойчивая и умеренно теплая погода. В ночные часы столбик термометра поднимется до 15 градусов. Днем же за окно будет до 26 выше нуля. Проверка боя и готовности. В Могилевской области начались мобилизационные учения. В тренировке принимают участие подразделения сил специальных операций. Согласно плану, возможно минирование либо захват здания Бобруйского военкомата с использованием взрывпакетов, светошумовых гранат и холостых патронов. Уважаемые граждане, в соответствии с планом подготовки военного комиссариата города Бобруйска, Бобруйска, Глузка, Кировских районов, в период с 3 по 11 июня будут проведены учения. В связи с этим прием граждан будет ограничен. Приносим вам свои извинения. Главная задача оценить степень готовности местных исполкомов, госорганов и организаций выполнить задание по мобилизации населения в случае ЧП. На страже детства сотрудники департамента охраны посетили школу-интернат в Осиповичах. Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата так называемые шефы подготовили показательные выступления со служебными псами, трюки и импровизированное задержание преступника. Равнодушными дети не остались и от знакомства со щенками. Мы постоянно взаимодействуем с администрацией учебного заведения, уточняем, какая перечень имущества необходима, приобретаем и дарим детским домам для того, чтобы в ногу со временем наше учебное заведение и детские школы развивались и совершенствовались. Сегодня в школе-интернате воспитывают 62 ребенка от 3 до 17. Это особенные дети из разных уголков страны. Кроме положительных эмоций от департамента охраны, каждый получил сувенир на память. Такие же встречи милиционеры провели по всей Беларуси. Бой без татами. В Бобруйске впервые в истории Беларуси прошел турнир по пляжному самбо. Новое для себя направление открыли сразу 90 спортсменов. С места событий Ольга Васенда. Этот день войдет в историю. За окном плюс 20, берег Березины. Бобруйск становится первооткрывателем в Беларуси. Здесь проходит первенство по пляжному самбо. Единоборство популярно больше в теплых странах – в Австралии, Таиланде и на острове Бали. Бойцовский ковер – песок. Он не просто смягчает удары при падении, но и создает нагрузку на ноги. Поединок длится три минуты, пока один не обезоружит другого. Это приводит к тому, что темп схватки значительно ускоряется, а поединок становится более зрелищным. На городском пляже 90 спортсменов от 7 до 14. Это самбисты и дюдаисты БФСО «Динамо». В последующие годы планируем проводить данные мероприятия совместно с городом, привлекать команды из других регионов. То есть надеемся, что этот турнир первый и в последующем будет продолжение. 13-летняя Варвара Белочуб пополнила копилку наград двумя победами за хрупкими плечами сильной девочки 6 лет усердных тренировок на татами. Боялась, скажу так, да. Потому что на песке это был первый раз мой опыт, боролась. Ну, а так, все как всегда. Немного страшно перед соревнованиями. Чем отличается от классического самбо, вот пляжного самбо? Ну, только, наверное, то, что песок. И мы боремся до первого броска. Обычно в самбо мы боремся до оценок. Особенность пляжного самбо – борец должен быть максимально собран. Невнимательность и страх приводят к поражению. Как показала практика, бобруйские спортсмены справились. Вместе с опытом заработали новые кубки. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!